Поддержание мира в Донецкой и Луганской народных республиках вооруженными силами РФ поручил обеспечить президент России Владимир Путин. Об этом сказано в указах, опубликованных 21 февраля на портале правовой информации. Фактически это означает прямое столкновение с украинскими войсками при любом неудобном случае. Эксперты говорят, такое столкновение уже неизбежно, хотя бы потому, что границы самопровозглашенных ДНР и ЛНР выходят далеко за пределы контролируемых сепаратистами территорий. То есть часть территории республики сейчас под контролем Киева, а в новых реалиях оккупированы им. Это начало противостояния. Первый вопрос, нанесут ли российские войска удар по-украинским? Если да, то в каком формате? Вопрошает политолог Станислав Белковский. Продолжаю считать, что массированного российского вторжения на территорию Украины сейчас не будет. В ответ на санкции Запада будут санкции России и, возможно, Белоруссии. Против Украины. Обрыв экономических связей с Киевом. Украина может разорвать дипотношения с Россией. Москва перестанет признавать украинские власти. Конечно, это не сопоставимо с большой войной. Но там варианта большой войны и не было, считает Дмитрий Тренин, директор московского центра Карнеги и военный эксперт. Скорее всего, конфликт в этом случае будет заморожен более основательно, чем есть сейчас. С Россией воевать никто не хочет. Убежден Андрей Кортунов, гендиректор Российского совета по международным делам. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что границы ДНР по Конституции находятся в рамках Донецкой области, а дальнейшие шаги покажут время. В Конституции Донецкой Народной Республики, в Конституции Луганской Народной Республики границы в рамках Донецкой и Луганской областей. Дальнейшие шаги покажут время, сказал Пушилин в эфире программы «60 минут», отвечая на вопрос, готовы ли в ДНР с помощью российской армии вытеснять вооруженные силы Украины с территорий границ республики, признанных в 2014 году. К слову, вот что сказал по этому поводу сегодня сам президент Путин. Мы их признали, а значит признали и все их фундаментальные документы, в том числе и Конституцию. А в Конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины. А вот комментарий турецкого аналитика о позиции Турции. Я так скажу коротко по этой ситуации. Эта ситуация, по признанию России ДНР и ЛНР и ведение военных сил, покажет нам две важные вещи, чего реально стоят грозные заявления НАТО, США и ЕС. Если они не начнут вводить мощные санкции, как обещали, и активно поддерживать военно-технически, то тут можно поздравить Россию с полной победой. И это даст в будущем свободу действий для многих стран. И многим будет наплевать на мнение ЕС и США. А НАТО таким темпом постепенно пойдет на развал или на ослабление. Евросоюз начнет свой аналог НАТО создавать, как и другие свои, в том числе и Турция. А другим странам уже сами США и так далее станут неинтересны. Уже из-за событий в Афганистане и так далее у США, как мирового гегемона, упали рейтинги в мире. И если наоборот начнут выдавливать Россию мощнейшими санкциями и покажут помощь реальную для Украины в виде ПВО системы и так далее, то это покажет, что шутки с ЕС и США плохи. А для России это будет тогда полным провалом. И станет очевидно, что НАТО, как и сами США и ЕС, все еще живы. Но что же, ждем. Позиция Турции такова. Мы не будем признавать ДНР и ЛНР. Но при этом мы не будем портить отношения с Россией и другими. Так как наша политика совсем иная, она отличается от американской и европейской. У нас своя культура политики. Мы будем поддерживать Украину военно-технически точно так же, как Россия поддерживает наших врагов. Но при этом улыбаясь вести бизнес друг с другом. Такую политику и во Второй мировой мы вели, и в будущем так же будем вести. Субтитры создавал DimaTorzok